Скажите, пожалуйста, если мы познаём отношения с Богом, вот эти пять ступеней через семейные, то есть если у человека нет семьи или он развёлся, то получается мы не дадём, не поймём эти отношения? Немножко не так. Я не так говорю. Я говорю, что мы не можем это даже на уровне семьи применять. Это говорит о том, что мы не образованы. Поэтому, разочаровавшись семейной жизнью, например, мы должны просто понять, что мы не образованы, и нужно пойти и получать это образование. Потому что принципы одни и те же, что божественные принципы, что принципы семейные, это одни и те же принципы. И то, что это не получается в семье, значит, что-то мы неправильно поняли. Либо вообще даже и не старались понять. Поэтому, получив двойку, нужно идти и пересдавать. Только уже, может быть, не в семейной жизни, не всегда нужно опять возвращаться к семейной жизни. Но просто нужно эту науку изучить и как следует сдать уже во взаимоотношениях с Богом. То есть, это не так, что если прямо в семье ничего не получилось, то это закрытый путь к Богу. Это не закрытый путь к Богу. Это просто двойка. Двойка за знание по взаимоотношениям. Ну, что делать? Мы сейчас все двоечники. У нас изначальное какое-то такое. То есть, как мы с вами говорили, у нас вот это вот я сам, вот это вот изначальное желание разобраться самим. Что, мы не разберемся, что ли? Что там непонятного? Да разберемся. Что, я с женой, что ли, не разберусь? А жена, думаю, что я парня, что ли, не приструню. А там-то не в силе дело, там силы-то не возьмешь. Мы говорим, там даже логики нет никакой. Там все сложнее, там нужно реально знать эти законы, нужно их понимать. Нужно не говорить, что должно быть, чего не должно быть. Это очень четкие, ясные законы. Человек думает, что я блинов, что ли, не спеку? Так просто не спечешь. Что там непонятного? Мы каждый день едим хлеб, попробуй сам хлеб спеки. С ума сойдешь, пока спечешь. Такой будет кирпич получается, что зубы все сломаешь, пока хлеб нормальный спечешь. Вроде простые вещи, мука, вода и соль. Что такое хлеб? Мука, вода и соль. А попробуй сделай. А сколько вариантов хлеба? Сколько вариантов мучных изделий? С ума нужно сойти. Бесконечно. А пирожные? Ты блины не можешь сделать, ты уже пирожные начинаешь сразу лепить. И вот такая попытка создать семью, это даже не умея делать блины, человек сразу торт наполеон пытается испечь. И что-то он какой-то кривоватый получается. Что-то у всех живот болит, всех подташнивает немножко. Говорят спасибо, добавки не надо. Мы вот такие немножко есть у нас. То есть мы привыкли к общепиту, думаем, нормально же что-то. Во всем есть определенная научность. Во всем. То есть так как кулинария это наука тоже о взаимоотношениях, поэтому кулинария это тоже строгая наука. В ней тоже есть строгие правила, строгие рецепты и их нельзя нарушать. То есть нельзя сделать компот из молока и огурцов. Это будет губительно для взаимоотношений. Нужно действительно понимать, есть совместимые продукты, есть несовместимые продукты. Если мы понимаем, что мы можем приблизиться к Богу, развивая свои отношения с окружающими людьми, нужно ли обращать это также по отношению к себе? Вот эти качества, дружелюбие, как можно его отнести и нужно ли по отношению к самому себе? Так как мы тоже частички Бога, так же как окружающие нас люди, семья, родители. Да. Очень просто. Если я дружелюбен к себе, почему не разобраться, к чему я конкретно в себе дружелюбен? Почему бы не быть дружелюбным к своему желудку? Почему бы не быть дружелюбным к своей спине? Например, сидеть прямо. Вот мы сейчас два часа были дружелюбны к своей спине или нет? Кто-то сказал да. Кто-то задумался. Есть такой возраст, 60 лет называется. То есть 60 лет это переломный возраст, когда вылазит все. И все, что мы делали неправильно, в 60 лет начнет болеть. То есть пойдет отдача. Это время отдачи. То есть наше тело будет нам возвращать все, что мы ему давали до 60 лет. Это скоро. Те, кто думают, что не скоро, запишите себе. 60 лет придет не скоро. Потом перечитайте, когда придет. То есть это скоро. Начинается 60 лет примерно в 40. То есть в 40 уже чувствуешь, что скоро 60. Некоторые уже в 30 начинают сейчас чувствовать. Сейчас как-то так время сокращается. И если мы действовали недружелюбно, то приходят последствия этого недружелюбного поведения к себе самому. Даже если мы неправильно ходили, не на носочек мягко наступали, а на пятку топали со всех сторон. Бедные женщины вообще непонятно, что там у них на ногах. Потом все это на косточки, на колени, на все суставы. Потом так все болит. Так потом все. Потому что это все неестественно. Так потом все разваливается. Такие боли приходят. Ух. Даже не хочу об этом все говорить. Но потом это все возвращается. Мы были недружелюбны. И ради чего? Ради чего? Цель-то была подозрительная, непонятная. Просто быть чуть-чуть повыше на один сантиметр. Чуть-чуть покрасивее. Чуть-чуть расслабиться или еще что-то. Но потом это все возвращается. Нужно быть реально дружелюбным к себе. К своему уму надо быть дружелюбным. Потому что если над умом не работать, он не тренируется, атрофируется. Потом маразм начинается. Забывчивость приходит. Очень весело становится. Много всего веселого с умом происходит. Любое наше непонимание, как быть к себе дружелюбным, приводит к тому, что начинается конфликт с самим собой. То есть с реальной физикой и даже с тонкими вещами. Психические расстройства начинаются. То есть человек ради денег так себя выжимает, что потом просто с ума сходит. У него психика. Сейчас век психических расстройств. Больны все. То есть любого современного человека возьми, у него пару-тройку легких психических расстройств уже по определению. Можно сразу лечить. Поэтому даже мы закрыли все психушки. Потому что просто мир в одну большую психушку. И врачи самые больные. То есть мы реально психически расстроенные люди. То есть у нас у всех маниакально-депрессивный психоз. Все проявляют хроническую усталость. У всех депрессия постоянная. Все всего боятся. Посмотрите. Мы все напряжены. Расслабляться надо учиться. То есть чтобы мы не взяли по отношению к себе, оно также должно быть дружелюбным. И без знания невозможно быть дружелюбным даже к самому себе. Если я не знаю как вести себя по отношению к самому себе, то я буду врагом самому себе. И значит у меня будет война с самим собой. А война это всегда боль. В конце концов ко мне начнет приходить боль. И однажды останется только одна боль. Потому что тело фактически состоит из боли. А в любое место можете себя ущипнуть, там больно. Тело состоит из боли. Но этой боли нет, пока мы дружелюбны к своему организму. Если мы ведем себя недружелюбно, боль начинает просыпаться. Поэтому лучше быть все таки другом. Хотя бы самому себе. И вот такой вопрос. Если в результате последствий каких-то греховных действий человека к нему приходят реакции от людей, да? Видите? Того, что они с ним как-то поступают, да? Соответствующим образом. И несмотря на то, что ты это понимаешь, что это тебе достается за твои действия. Но очень сложно относиться дружелюбно к этим людям. Как преодолеть вот этот барьер? И кроме того, также очень сложно относиться дружелюбно к тем, кто их поддерживает в какой-то мере. То есть еще на них распространяется вот это чувство. Да, стать другом своим врагам – это сложно, но это одна из задач. Понятно, что мы себя ведем по-разному по отношению к разным категориям людей. Но в нашем сердце должно быть дружелюбие. Дружелюбие – это значит, мы желаем добра. Легко желать добра другу. Надо желать добра врагу. Потому что если я вижу перед собой друзей и врагов, то я не нахожусь на духовном уровне восприятия. Я нахожусь в двойственности. Я люблю тех, кто со мной, и ненавижу тех, кто против меня. А это значит, никаких взаимоотношений у меня еще нет. Это о видении животного, как мы с вами говорили. Это такое очень грубое, низкое животное видение. Свой, чужой. Когда я понимаю, что в конце концов, все, что ко мне приходит – это благо. Потому что все приходит от Бога. И когда хорошее приходит – это благо. И когда плохое приходит – это благо. И люди, через которых это приходит, тут в принципе ни при чем. Они просто инструменты. Как скальпель, который режет, он ни в чем не виноват. Он просто инструмент. И вот когда во мне эта умиротворенность появляется, вот тогда начинаются взаимоотношения. А до этого это еще даже не взаимоотношения. Это просто такая грызня. Попытка понять, кто с кем. Но это не уровень взаимоотношений. И взаимоотношения с шанты начинаются. Когда я умиротворяюсь, когда я готов принимать от этого мира все. Я принимаю все как урок. И позитивные ко мне отношения урок, и негативные ко мне отношения урок. И то, и то полезно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!